В сутки на украинских дорогах погибает 8 человек. Чаще всего ДТП происходят по вине пьяных лихачей, невнимательных пешеходов и сонных водителей. А вот в Одессе аварии зачастую случаются из-за разбитых дорог. Например, Ильфа и Петрова угол Вильямса. Прямо на перекрестке образовалась огромная выбойна. Диаметр этой ямы 110 сантиметров. Глубина 30. Это на одном из самых оживленных участков города. О какой безопасности может идти речь с такими дорогами? Вот обычный квартал на генерала Петрова. Дороги в этом районе Черемушек такие же, как и везде. Состояние дорог вы сами видите. Машины прыгают, подавая, убиваются. Кстати, именно в этом квартале месяц назад один из местных жителей отремонтировал часть межквартального проезда за свой счет. Страдают же не только машины. Те же велосипедисты, мамочки с колясками тоже прыгают по этим ямам. Ну, я подумал, что кто-то должен это сделать. Ну, я сделал. По словам местных жителей, латать дороги самостоятельно для них дело привычное. Люди берут, например, гравий, песок, привозят эти камни, которые раздолбаны от асфальта и засыпают ямы. Это же не выход. Ну, там проехала, вдавила, что дальше. Это же тоже не выход. Не хотят ничего делать. А кто виноват в этом, как думаете? Я думаю, городские власти. Но если межквартальные проезды чиновничьему глазу недоступны, то яму на трамвайных путях довольно сложно не заметить. Ее длина полтора метра, а глубина практически 50 сантиметров. При том, что допустимая длина неровности дорожного полотна 80 сантиметров. Глубина – 5. Это говорит о том, что ездить по таким дорогам опасно для жизни. Анастасия Кожушка, Игорь Казанжи, Алексей Барановский, 7 канал.